здравствуйте это снова курс физическая культура и у нас с вами вторая тема которая называется техника выполнения упражнений для мышц спины и брюшного пресса это мышцы нашего кора которые позволяют поддерживать наш позвоночник и когда эти мышцы у вас сильные то у вас меньше будет болеть спина также в этом участвуют для поддержания позвоночника мышцы брюшного пресса и сегодня мы разберем самые основные упражнения они простые доступные для всех в этом мне также помогают студенты первого курса очного отделения начинаем мы из положения стоя ноги на ширине плеч или на ширине таза как мы говорим также стопы прямо и мы будем выполнять с вами наклоны начнем с мышц спины для наклонов нам очень важно выполнить правильную технику упражнений поэтому мы чуть сгибаем колени совсем слегка не приседаем слегка согнули колени и давайте уберем руки за голову и вот из такого положения когда у нас лопатки вместе нет прогиба пояснице мы живот втянули мы выполняем наклон вперед прямой спиной и выпрямляем вниз и вверх колени у нас всегда слегка согнуты это делается для того выполняем наклон что когда мы выпрямляемся мягкие колени у нас способствует амортизации наши позвоночника если мы это сделаем на прямых ногах то когда выпрямляетесь происходит давление межпозвоночных дисков поясничного отдела но когда колени расслаблены чуть-чуть согнуты можно даже больше вот таком положении стараемся выполнять наклон до параллели с полом спасибо достаточно если вам тяжело удерживать спину прямой в наклонах для этого можем взять любую палку которая вас есть поставите на плечи чуть пониже на лопатки и выполнять наклоны то же самое поехали вниз и вверх не сгибаем колени не приседаем специального с коленей в одном положении смотрите любая палка или что что у вас есть она позволяет нам соединить лопатки и удержать спину прямой еще если у вас тут улица спина тоже мы голову не опускаем вниз сохраняем взгляд вперед все держим на лопатках не на шее мы опускаем вот сюда на лопатки и наклоняемся следующее упражнение для мышц спины из такого же положения ноги на ширине плеч стопы прямо колени слегка расслаблены то есть они до конца не выключены мы их чуть-чуть расслабили живот втянули и годится тоже в себя лопатки вместе мы наклоняемся вперед оттуда мы сгибаем локти выпрямили руки и выпрямились вверх пробуем согнули локти выпрямили поднялись вверх наклон локти согнули примились и вверх еще плечи чуть пониже и локти мы не опускаем они у нас нет руки параллельно полу работают чуть пониже наклоняемся вот хорошо в этом упражнении мы делаем акцент на сведение лопаток вот здесь когда да они прям соединяются вместе здесь мы тренируем очень важную мышцу она глубокая она у нас находится среднем слое мышц ромбовидная называется которая поди помогает поддерживать нашу осанку нашу правильную осанку поэтому очень важно здесь работой для тех кто очень много работает сидя не двигается эта мышца как правило у нас уже почти атрофируется соединяем лопатки прям почувствовать мою руку отлично давайте перейдем лежа наверно ложимся на живот мы со спины начали давайте продолжим спину пока на живот ложимся на живот руки выпрямили вперед следующий упражнение из положения лежа на животе руки вперед и вот такое же упражнение которое мы делали с вами стоя мы можем делать лежа мы поднимаем плечи с руками вверх сгибаем локти также соединяем лопатки выпрямляем и опускаем пробуем все аналогичное упражнение только она выполняется лежа работают мышцы выпрямляющие позвоночник который де тоже держит нашу осанку ноги мы стараемся не отрывать от пола и работаем верхней частью корпуса следующее упражнение тоже лежа на животе руки вытянули вперед ладони поставили на ребро большие пальцы у нас смотрят вверх мы развернули наши кисти так чтобы это нам тоже помогало формирование нашей правильной осанки из этого положения мы поднимаем противоположную руку и ногу противоположную рука и нога не забываем до большой палец вверх то есть мы держим ладони на ребре и опускаем плечи вниз конце да когда опускаемся вниз здесь нас перекрестные мышцы работают тоже влияют на осанку и еще один вариант этого же упражнения когда мы поднимаем обе руки и обе ноги но также у нас кисти в таком же положении ладони на ребре большие пальцы направлены вверх отлично стараемся колени не сгибать поднимать прямые ноги работает верхняя часть спины стараемся тоже на плечик ушам не подтягивать шея продолжение позвоночника сработает верхняя часть мышц мелкие очень также мышцы выпрямляющий позвоночник достаточно и теперь мы сели на пятки за руками потянулись вперед теперь те мышцы которые у нас работали мы сейчас растянем за руками потянулись вперед следующее упражнение мы выполняем тоже исходного положения лежа на животе выпрямили руки вперед теперь ладони положили на пол и мы имитируем движение пловца только мы давайте сделаем а по одной руке поднимаемся делаем круг такой грибок рукой выпрямляемся опять тоже поднимаем плечи другой рукой и выпрямили вперед и прям полностью круг рукой такой полукруг рукой мы сгибаем и выпрямляем вперед снова сгибаем руку и руки чередуем прям полностью грибок делаем такой рукой и вытянулись вперед здесь мы тоже задействуя очень много мелких мышц верхней части спины и точно так же мы можем сделать двумя руками попробуем двумя руками одновременно двумя руками подняли плечи тоже как будто мы плывем брасом передаешь вот локтями мы двигаемся назад следующее упражнение руки тоже мы вытягиваем вперед свободно теперь будем работать ногами поднимаем ноги прямые и мы работаем и попеременно да как в кроли как в плавании в кроли работают ноги точно так же мы работаем кроме того что здесь работает задняя поверхность бедра ягодичные мышцы а также мышцы нижней части спины уже мы тоже их задействуем и можем усложнить упражнение еще руками также попеременно работать поднять плечи и это упражнение выполняется на весу не касаясь пола садимся на пятки за руками тянемся вперед наши мышцы спины поработали теперь мы их растянем следующий парень поворачиваемся на спину колени согнули руки за голову мы переходим к упражнениям для мышц брюшного пресса здесь тоже очень важна техника выполнения упражнений мы отрываем лопатки от пола при этом наш подбородок не прижимается груди локти направлены в сторону чтобы у нас не уставала шея при этом поясница у нас приклеена к полу мы не отрываем особенно когда опускаемся вниз мы и прям впечатываем в пол и акцент у нас идет на вот ребра и они двигаются к тазовым костям то есть акцент на эту область не на шею она это обладе сокращается в этом упражнении участвует прямая мышца живота особенно верхний и отдел и мы отрываем только лопатки поясницу мы не отрываем от пола мы можем растянуться теперь выпрямить руки и ноги за руками потянуться вверх за ногами вниз то есть как бы мы от пупка в разные стороны растягиваемся и снова мы согнули колени руки вдоль тела теперь подняли ноги скрестно их соединили и теперь мы будем работать тоже напрямую мышцы живота но на нижнюю часть будет больше работать нижние волокна мы отрываем таз от пола и опускаем и здесь в этом положении важно у нас когда мы опускаемся вниз мы прижимаем поясницу до тюрку чуть сторону вот мы прижимаем прям по одному позвонку вот вниз мы контролируем движение пятки у нас у ягодиц без замаха стараемся голенью работаем только мышцами живота и поясницу приклеим почувствовали как мы до вверх может быть чуть быстрее движение а вниз медленнее почувствовали как у нас приклеивается поясница полу достаточно спасибо растянулись также за руками вверх тянемся за ногами вниз так и переходим к следующему упражнению согнули колени руки за голову и и теперь мы будем сгибать колено и тянемся противоположным локтем к нему к одному и другому колену в этом упражнении у нас работают косые мышцы живота косые мышцы которые тоже очень нас важны и для формирования правильной осанки для поддержания нашего тела если у вас будут сильные мышцы кора то вам будет легче и ногам и спине мы можем усложнить это упражнение из этого из этого положения мы отрываем лопатки и мы работаем ногами на весу лопатки тоже на весу тоже тянемся противоположным локтем до колена то более сложный вариант упражнение тоже работают косые мышцы живота также прямая мышцы живота и стараемся где дотянуться локтем до колена следующее упражнение для косых мышц живота из исходного положения такого же мы ставим одну ногу сверху на колено руки за голову и мы тянемся противоположным локтем до колена здесь мы выполняем в одну сторону вторую руку для удобства мы можем выпрямить поставить ладонь в пол на нее опираемся и поднимаемся еще будет хорошо если мы будем тянуться локтем с противоположной стороны колена дотягиваться не изнутри а снаружи колена прям можно опираться на ладонь на полу и подниматься вверх поменяли ногу и то же самое в другую сторону также мы тянемся локтем до колена достаточно и теперь мы растянемся с вами мы косые мышцы живота мы растягиваем смотрите колени сгибаем поворачиваем в одну сторону а руки в другую сторону тем самым вот у нас растягиваются косые мышцы живота и меняем положение в другую сторону так переходим более сложным вариантом упражнения на пресс для этого мы поднимаем ноги знаете у нас голень параллельно полу руки за голову и теперь мы выпрямляем ноги тянемся руками к стопам и и сгибаем ноги возвращаемся в исходное положение сгибаем 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 выпрямили и согнули вверх и вниз и стараемся тянуться до руками к стопам и тоже более сложный вариант вы можете здесь больше чувствовать мышцы живота это правильно если вам сложно вы можете оставить вариант когда ноги на полу стоят и руки за головой достаточно и еще более сложный вариант поднимаем ноги вверх стопы в потолок руки за голову и и теперь мы тянемся делаем пружинищие движения мы тянемся к рукам 3 движения вверх и на 4 опускаемся вниз 3 и вниз до стопы в потолок пробуем здесь мы удерживаемся наверху пружиним вот кто-то уже устал но мы продолжаем и последний раз отлично и для нижней части прямой мышцы живота мы сделаем упражнение опускаем руки вниз вдоль тела стопы в потолок отрываем таз вверх стараемся до стопами тянутся в потолок дает нас поднимаем до стараемся не раскачиваться а толкать стопами потолок и когда уже освоить это упражнение сильно подниматься не надо и мы стараемся потом еще вниз не падать а контролировать движение именно вниз пусть она получится у вас не сразу но со временем но должно получиться делать акцент на именно опускание не именно вверх-вниз вверх и вниз вверх и вниз хорошо достаточно растянулись за руками вверх за ногами вниз потянулись все дальше мы за колено перекатом поднимаемся это у нас безопасная подъем из положение лежа положение сидя дальше переходим к универсальному упражнению называется планка делаем более простой вариант мы встаем в упор на предплечье все встаем и стоим это самый простой вариант здесь мы обращаем внимание да на наше положение спины вот здесь мы убираем прогиб то есть нам надо копчик подкрутить вниз то есть у нас прямая линия тела тасс высоко не поднимаем то есть ровная вот у нас линия должна стоять и стоим здесь у нас участвует очень много мышц в этом упражнении и мышцы живота и мышцы спины и мышцы рук и ног но основная все-таки рабочая область у нас это поперечная мышца живота в которой волокна расположены поперек тела не вдоль линии поперек и она тренируется только вот такими упражнениями именно планками у многих есть такая проблема когда мы сильно прогибаемся до лордоз поясничный мы стараемся здесь его держать хорошо отдыхаем сели на пятки за рука им потянулись вперед это самый простой был вариант выполнения планки дальше мы встаем в упор лежа это ставим ладони на пол это уже более сложный вариант планки мы тоже также можем стоять и удерживать мы сейчас разбираем статические положения тоже у нас прямая линия тела таз высоко верхний поднимаем и не прогибаемся для этого у нас живот должен быть в напряжении тоже можем стоять удерживать можем начать с 10-15 секунд как вы можете дальше мы добавляем постепенно время не можно добавить даже до нескольких минут если вы будете выполнять это упражнение каждый день вам будет легко все отдыхаем дальше мы встаем также в упор на предплечье и вот из этого положения если вам тяжело справляться в планке мы можем согнуть колени вот из этого положения да все мы стим таз не поднимаем он здесь внизу это более упрощенный вариант не прогибаемся вот хорошо брали и если вам тяжело вы можете для начала выполнять вот такой вариант со временем мы выпрямляем колени то есть да мы стоим не на четвереньках вот из этого положения именно согнуты колени да таз не поднимается это более простой вариант он тоже доступны и это могут делать все спасибо следующий вариант у нас то боковая планка где у нас будут еще задействованы косые мышцы живота мы сгибаем колени лежа на боку согнули колени на предплечье вторую руку мы поставили на опору и мы отсюда поднимем таз и тоже можем удерживать в этом положении прямая линия от колен колено таз и плечо и при этом тоже мы шею удлиняем плече не провисаем нас голова продолжение продолжение линии тела шея наша это уже сложнее упражнение хорошо отдыхаем и следующий вариант более сложный когда мы ноги выпрямляем можно поставить для опора одну ногу вперед одну назад и также поднимем таз и и держим и еще мы можем поднять руку вверх как бы до для усложнения и вот такой вариант тоже может быть спасибо опускаемся итак уважаемые студенты мы с вами разобрали основные упражнения для мышц спины и брюшного пресса мы разобрались с вами как правильно выполняется упражнение какая должна быть техника и так же мы разобрали более простые и более сложные варианты вы можете подобрать для себя более подходящий и выполнять эти упражнения можно каждый день особенно для мышц брюшного пресса и спины они вам помогут для формирования вашей правильной осанки для поддержания и здоровья вашего позвоночника